В буйной зелени прячутся желтые трубы. Газ в раздольное уже пришел. Скоро начнется разводка по участкам. А вот с водой все сложнее. Район заселялся в 60-е. По большей части сотрудниками института садоводства и субтропических культур. В бараках до сих пор живут люди. Удобств никаких, печное отопление, вода только холодная. Канализации у нас здесь никогда не было. Раньше, когда поселили здесь, вообще были емкости с водой заправляли нам. Колодцы, краны вот эти вот и все. У нас вот одна линия, в которой мы стоим, фактически, вот она здесь проходит, 20-ка идет с верхних домов. Это центральная улица, вот Буковая, она спускается вниз к улице Тепличная и дальше идет. А в других улицах, ветеринарная, переулок ветеринарный, вообще вся территория, канализации нет вообще. Сейчас село Раздольное внесено в инвестпрограмму муниципального водоканала. Но для того, чтобы работы начались, отметил руководитель предприятия, нужны заявки жителей. Их уже более 30. Но до сих пор договора не подписаны, деньги не внесены. Сумма, конечно, немало. Тариф на подключение к воде 47,5 тысяч. Столько же канализация. Это в расчете на 1 кубометр в сутки. В проверенной прокуратурой тариф включено строительство магистральных сетей, насосных станций, реконструкция очистных. После заключения договора и оплаты водоканал в течение 18 месяцев обязан подать воду в дом. Пенсионерам мы поможем. Понятно, да? Значит, каким образом, пока не знаю. Но тем, кто нуждается, у кого нет, ну, как мы делали, помните, по всему городу приведение к единому архитектурному облику, поможем. Этим будет заниматься администрация района вместе с председателем ТОС. Он скажет, вот этим, вот этим надо бы помочь. То есть у каждого есть своя судьба, у каждого есть свои доходы. Вот, и мы понимаем. Но вода, если приходит, она должна и уходить. Вот этот беспредел с канализованием, который существует, мы его прекращаем. Приведут в порядок и дорогу. Строительная техника разбила 300 метров проезжей части. Ее должны восстановить застройщики. Анатолий Пахомов поставил срок до 15 сентября. Надо посмотреть, ямочный ремонт сделать, надо обязательно. А здесь нужно просто 300 метров переделать. Она вот так, ее продавили просто-напросто. Машины, которые, значит, занимаются строительством, целое развитие идет огромное. Разбивайтесь ради бога, ну, пусть теперь дорогу убили. Значит, теперь собрал их и сказал, а теперь вот мы сделаем, а вы заплатите. Самоволки в районе снесут, легальным застройщикам помогут с проектом дороги. Чтобы из района можно было сразу выйти на объездную. Также в селе по договоренности с застройщиками построят школу на 400 и детсад на 80 мест. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.